Начнем с того, что аварийная ситуация самого подъезда, то есть ремонта не было, по сути, со временем постройки дома. Мы обращались непосредственно в муниципалитет, то есть в городсовет, и письменно, и я лично, и писали общественное письмо. Ответили нам, что выезжала комиссия, подтвердила, что все требует ремонта, входная группа, запасной вход, козырек, подъездная дорога. Подъездную дорогу буквально неделю назад только починили, и все, большие проблемы. Но сказали, что денег нет, ждите. Мы постоянно писали, все равно не сдавались, то есть в этом году нам сделали крышу, починили, дорогу подъездную подремонтировали. Мы еще написали про плохую ситуацию с голубями, то есть в колонной зоне в 16 этажках есть отдушины, наверное, так называются. И голуби залетают и живут. Голуби, детеныши их помет, яйца, ну все очень некрасиво, антисанитарийно и так дальше. И мы опять же написали в муниципалитет, что ну повлияете. Даже нам ответили, что выезжала группа и голубей у вас нет. Ну и как это нет, уже и фотографии присылали. Мне так давно сделали пост на одном канале, на телеграме, и вот приехали журналисты. Несколько лет назад жители верхних этажей эти отдушины своими силами либо застеглили, либо поставили сетки. Но так как это не по всему стояку сделано, то голуби все равно попадают и ситуация грязная, антисанитарийная и совсем некрасивая. Подъезд в очень ужасном состоянии, на лестничных клетках грязь, антисанитария, постоянно залетают голуби, делают свои дела, скажем так, справляют свои нужды. То есть запах, вонь, грязь. Также вот двери у нас не закрываются уже, но тоже своими силами пытаемся, собираем деньги. Уже раз собирали, ну кто-то и замок украл как бы, то есть заходят все подряд. Это так основные проблемы. В горсовете вроде бы как написали, что деньги уже будут выделены и в следующем году вроде бы как сделают ремонт. Сами пытались, но вы же понимаете как бы, что основная масса жильцов это уже люди, скажем так, пенсионного возраста. То есть, ну соответственно, деньги нужны на более другие как бы нужды.